Наконец-то это время настало, пришло, все потому что я Бэтмен, я Бэтмен, я Бэтмен, я Бэтмен. Привет всем, привет всем, с вами Бэтмен, потому что я Бэтмен. В общем, долго ждал, ребята, вообще я думал, когда введут какие-нибудь прикольные вещи в виде супер костюмов, это шутка уже давношная, когда я вытаскивал еще темного рыцаря, когда только-только ввели 30 уровень, выкачал, вкачал сразу до 15, и оттуда эта еще фраза пошла. Ну а так мы празднуем семилетие. Семилетие у нас, соответственно, идет борьба за жетончики, борьба за, ну, музыкальные, короче, жетончики. Вот, в общем, вот такая вот. За эти жетоны будем выкупать себе отдельно студию. 50 боев в день, 50 боев в день в течение всего периода. Это позволит вам максимально вытащить, соответственно, себе муз лайков. За эти муз лайки, то есть жетончики, выкупаются предметы студии. То есть вот сейчас я говорил, если у вас очень плохая студия, я бы говорил, заведите или попросите кого-нибудь помочь вам с дополнительным аккаунтом, чтобы как раз потаскать предметы студии. То есть вот этих три верхних, как я и говорил, еще более-менее открываются, но хотя бы вот этих две. Эти уже более сложные, я их никогда не открывал, мне никогда не хватало на них муз лайков. Ну, себе я уже подарил, то есть какую-то часть. В общем, тем ребятам, кто мне дарил, я отдельно сделаю видос по всем, кто дарил муз лайки. Вообще, хотелось, конечно, отдельно сказать, давайте загоним меня в топ, но этого не будет, я точно знаю, потому что на прошлый The Best of the Best я подводил итоги. Там люди потратили примерно по где-то 30-20 тысяч рублей только чисто на вот эту акцию. Поэтому тут вообще просто нереально, если только весь музвар сбросится одному докторишке, может он вылезет и в топы. Так, рассказал про семилетие, рассказал по призы студии, давайте пойдем теперь к подаркам. В общем, памятные подарки. Так, к тем, кому я сказал сидеть на уровне, пришло ваше время, выкачивайте по максимуму игры разума. С играми разума очень интересная система, не забывайте, что их не сразу можно, а допустим, мы вытащили игры разума плюс 2, вы спокойно ими пользуетесь, копите бои, потом опять пользуетесь. Вот, когда появляется возможность его проапгрейдить, то есть у вас появляются звезды, вы его проапгрейдиваете еще на уровне, дальше сидите и только подпоследок вам обязательно надо его вытащить. То есть, соответственно, вкладываетесь еще и на 2-3 месяца вы обеспечены, соответственно, играми разума и можно не тратить рубины. По модулям немножко более веселая система здесь, с модулями решаем так. Открываете 5-6 подарков, примерно где-то так. Вам выпадает какой-то из модулей, вы им пока временно пользуетесь и, соответственно, так же подкапливаете, подкапливаете звезды и выкупаетесь. Не знаю, на плюс 5 он выпадет, не выпадет, но я считаю, что пока вы бьете на территории и за игр разума бьете продюсеров, вы спокойно можете открывать подарки именно с модулями. Я думаю, с бесплаток вы на плюс 2 его вытащите, какой-нибудь хотя бы. Может прицел на плюс 2, может кислоту эту на плюс 2, фонтонку может на плюс 2. Но смысл-то в том, что вы ее вытащите. Дальше у нас идет хищник. Хищник у нас приобрел, ребят, 18 уровень максимально и на 16 уровне он получает новую способность. Вот примерно у вас уже видно. Вот она, короче, вытворяет такую интересную вещь. Она забирает характеристики, то есть с высоким шансом, причем там 70%, забирает половину просто. Вот я видео здесь вам запустил. Это с турнира уже, ребята, выкачали на 18 уровень. В общем, хищник ворует, ребят, просто реально ворует половину, половину, то есть всей мощности, можно сказать. То есть у человека там под миллион было, осталось 500. Ну там 500 с копейками. Это было для меня, конечно, шокирующе. То есть очень сильно унижающая вещь. Так что донаты будут теперь еще сильнее. То есть, да, какую бы ты силу ни выкачал, все заберут, короче. Если у тебя такой же вещи нет. Ну, хотя действует не очень долго. Тут надо еще посмотреть. Не забывайте, покупаем подарки за звезды. Получаем музыкальные жетоны или карточки, которые вы тратите на подарочки. Подарков, кстати, не хило. Очень нормально. Так что выкупаемся. Я буду лично вкладываться чисто в роскошные подарки. Модули, игры разума, то есть выкачаю так. Ну вот я ценные уже вытащил здесь несколько. Роскошные подарки уже выкупил за 12 тысяч звезд. В общем, все как надо. Но смысл состоял. Обновление не в этом. Это, конечно же, ребята, салон красоты. Салон красоты. Как вы понимаете, девушкам у нас достались и Харли Квинн, досталась и Супергерл. А нам достались три персонажа. Это Дэдпул. Вот такой розовый Дэдпул. Нет, лучше желтый. Или вот. Человек-паук. Ну, я не доброжелудный сосед. Я Бэтмен. Ну, правда, не красный Бэтмен, но черный. Вообще, прикольная и интересная вещь именно с туловищем у Бэтмена. То есть, по сути, вот оригинальный у него образ. Он давношник как бы ходит. Но я больше склоняюсь к темному рыцарю, поэтому я черный Бэтмен. Ну, давайте подведем небольшие итоги по обновлению. В общем, визуальный донат со скидками на студию. Я уже тоже посмотрел. Есть, но не так много. Хотелось бы поменьше. Здесь мне получается весь наряд Бэтмена обошелся всего в 140. Ну, то есть, это очень хорошо. Я очень доволен. А там получается купить одну комнату 300. Ну, давайте подумаем уж над ценами. Так, чтобы было более-менее адекватно. Ну, по подаркам сказал. Вкладываться в Хищника по максимуму, соответственно. Модули открывать с бесплаток и потом, возможно, докупать, если кому-то надо. Всем сидящим на уровне качать Игры Разума. Ладно. Всем спасибо. Ну, а что вы будете качать? Пишите в комментариях, конечно же. За мной Хищник. Ну, мне его надо просто вкачать. Вот, ну, как вот. Ну, вот прям надо вот его вкачать. Он у меня есть десятого уровня. Мне буквально одного не хватало. Да ё-моё. Да ё-моё. Да, вот. Ну, и вот он, короче, десятый уровень у меня. И чуть-чуть одного не хватало мне. Я очень сильно старался, но, к сожалению, не вытащил. А знаете почему? Потому что я Бэтмен. Потому что я Бэтмен. Всем счастливо, всем счастливо. Качайтесь, ребята.